ДИАЛОГ 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 Я вас так представил, честно говоря, и не то, что испугался, конечно, но стал волноваться. Знаете, когда просто инспектор останавливает, ничего не нарушал, мало ли что случилось с одним инспектором. А тут два больших таких начальника тоже были когда-то инспекторами в ГИБДД. Поэтому сразу скажу, что, конечно, мне тяжело с вами общаться. Поэтому надеемся на взаимопонимание и давайте друг друга, как говорится, поддерживать. Удастся договориться на месте, как есть такой иногда термин у инспекторов. Он, правда, конечно, не очень законный, но тем не менее. Итак, первый вопрос, конечно, как всегда, подведение итогов прошедшего года. По статистике, насколько я знаю, достаточно хорошие показатели у нас, я имею в виду, по сравнению с позапрошлым годом. Ну, одну цифру озвучу, допомню, что, например, по угонам, по кражам машин, мы о них, конечно, потом еще поговорим отдельно, мы сократили количество краж на 25%. Ну, а все остальное о том, сколько у нас чего произошло, сколько аварий, ДТП, ну, к сожалению, да, и, естественно, люди пострадавшие. Это вот уже, давайте послушаем вас, Денис Николаевич. Да, спасибо, Сергей Михайлович, уважаемые телезрители. Как вы справедливо заметили, да, что мы обратимся к статистике, но я сразу хочу отметить, что статистика – это не сухие цифры, это не критерий, по которому мы оценим свою работу, это показатели эффективности нашей работы совместно с коллегами. Я думаю, телезрителям будет интересно узнать, что за 12 месяцев 2016 года на территории Щелковского муниципального района зарегистрировано 5211 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, имеется в виду ДТП без пострадавших, что на 17,4% меньше, чем аналогичный период прошлого года. Если мы обратимся к статистике по дорожно-транспортным происшествиям, где пострадали, либо, ну, к сожалению, погибли люди, то у нас картина следующая. У нас за 2016 год количество ДТП, в которых люди пострадали или погибли, сократилось почти на 20%, 19,9% и ставило 189 на 236, если сравнить с прошлым годом. ДТП, в которых количество погибших сократилось на 24,3%, составило 31 человек у нас, к сожалению, в том году. Ушли из жизни на дорогах нашего района, но это ровно 10 человек меньше, чем в 2015 году. Количество раненых уменьшилось на 27,6% и составило 215 на 297. Допущено 10 ДТП с участием несовершеннолетних детей. Аналогичный период прошлого года – это 29, снижение на 65,4%. Большое снижение, на этом хотя бы тоже остановиться мы более детально в ходе нашего разговора, потому что, конечно, дорога, она не прощает ошибок. Но ошибку может совершить совершеннолетний, да, взрослый человек, который отдает отчет со своим действием. Ребенок, я не скажу, что может совершить ошибку, он может либо заиграться, либо не досмотреть. Но основная задача по безопасности детей все равно ложится на плечи взрослых, на плечи нас, когдашних лиц, на плечи родителей, на плечи органов исполнительной власти. Я думаю, что вот этот показатель снижения на 66,6%, он говорит о том, что принципиальная работа в нашем муниципальном районе ведется, и она поставлена на должном уровне. Это мое личное мнение, которое, опять-таки, отображается критерием истины, то есть цифрой. У нас есть первый звонок, давайте послушаем нашего зрителя, ответим на него тогда, потом продолжим наш разговор. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, это вас беспокоят жители с улицы Космедемьянской. Ну, во-первых, хотели бы выразить благодарность администрации Щелковского района, а также отделу ГИБДД за обустройство на нашей улице парковочных мест. Денис Николаевич, вопрос к вам, наверное. Подскажите, а сколько еще планируется организовывать парковок в Щелковском районе? Спасибо за вопрос. Да, на самом деле, актуальный вопрос, актуальный вопрос, и все мы знаем, какое большое значение придает Андрей Юрьевич Воробьев этой ситуации управления Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. Вот я хочу сказать, что, опять-таки, да, какая работа проведена. На данный момент уже у нас создано более трех тысяч парковочных мест за 2016 год. Три тысячи парковочных мест. Эти парковочные места у нас около крупных торговых центров. Что немаловажно, возле перехватывающей парковки возле железнодорожных станций. Что актуально и наиболее социально значимо, учитывая местонабхождение нашего, скажем так, центра, нашего административного района, да, Щелково, оно непосредственно прилегает к территории Москвы, то есть это крупная московская агломерация. Мы знаем, что большие миграционные потоки граждан, связанные с рабочими циклами, перемещаются в утренние часы в Москву и в вечерние часы из Москвы. Соответственно, многие приезжают на личном транспорте, и проблема размещения, нормального цивилизованного размещения транспорта возле железнодорожных станций, она актуальна на данный момент. Однако большая работа по этому вопросу проведена. Вместе с тем, конечно, останавливаться на достигнутом не стоит, и все это прекрасно понимают, и администрация района, и мы со стороны, как федеральные государственные служащие. Соответственно, на этот год запланировано еще, к минимуму, еще 2000 парковочных мест. Это не просто на бумаге, или это не просто слова, это реальная работа, которая поэтапно, плановой основе ведется в районе. Есть план, в соответствии с которым поэтапно эти парковочные места вводятся в эксплуатацию. Однако, вместе с тем, у нас есть острая проблема в районе, на мой взгляд. Это недостаточная сознательность водителей, части, касающиеся парковки не только в неположенных местах, но и вообще в пьющие случаи, когда парковочные места предназначены для инвалидов. Много у нас глав муниципальных образований предоставляют места для инвалидов, которые локально живут в домах, оборудуют для них места парковочных. Но это именно возле жилых домов? Возле жилых домов, да. Не возле официальных учреждений? Да, это специально адресно, адресно для маломобильных групп. Адресно главы пробивают эти места, выделяют для этого, оборудуют места разметкой, знаками, табличками. Но, однако, поступают сигналы, и вынуждены мы заниматься с водителями, которые, к сожалению, считают, что маломобильный человек, у которого, к сожалению, есть проблемы со здоровьем, он не должен пользоваться какими-то положенными по закону перелегиями. В этой связи мы ведем принципиальную работу, как по отношению таких фактов в дворовых территориях, так и на парковках возле больших социально значимых объектов, мест притяжения культурно-массового досугового времяпровождения. В этой связи, хочу сказать, не буду говорить за 2016 год, сейчас, с 1 января, уже 39 материалов административного стального в отношении водителей, которые припарковали транспортные средства на местах для парковки маломобильных групп. То есть работа в этом направлении ведется, и будет продолжать вестись. Ответственно вам заявляю, что мы не установимся на достигнутом, будем продолжать работать в направлении. Единственное, практический вопрос, вот, допустим, откуда у нас эвакуируют машины, как раз стоянки для инвалидов, это, конечно, возле гипермаркета «Глобус», самая большая стоянка, наверное. Ну, вот, так вот, если честно, да, там столько мест оборудовано для инвалидов, помечено, да, что у нас, наверное, столько и во всем Щелковском районе не наберется такого количества маломобильных граждан, тем более, которые приезжают вот сами в магазин за покупками. Получается, ну, я бы просто приезжаю в глупость, да, огромное поле чистое, да, особенно, конечно, когда эвакуация проходит, а дальше уже все заставлено. Нет каких-то перегибов тут. Сергей Михайлович, ну, во-первых, все эти места, они разработываются же не просто так, что вот и хозяин гипермаркета, там, управляющий, либо я, главный государственного инспектора, определил, что должно быть столько. Нет, есть федеральное законодательство. Соответственно, с федеральным законодательством определенный процент от парковочных мест должен быть выделен для маломобильных групп населения. На данном этапе, на данный момент, если вы посмотрите, ситуация несколько изменилась. Несколько мы подошли дифференцированно к этому вопросу. Ситуация поменялась несколько по данному направлению. Конечно, мы обязаны выполнять, в первую очередь, федеральное законодательство. Вместе с тем, как бы, мы идем навстречу чаяниям и желаниям граждан. В первую очередь, как бы, у нас всегда должно быть интересы жителей, интересы водителей, пешеходов, участников даже в движении. Поэтому данное направление, определенные организационные мероприятия были проведены, ситуация несколько выровнялась, но, однако, при этом, при всем, мы должны все равно соблюдать федеральное законодательство, потому что интересы, опять-таки, маломобильных групп населения должны быть соблюдены. Это не выдумка, не желание, не прихоть какая. Это требования федеральных законов, по которым мы должны жить и по которым мы должны строить свою работу. Спасибо. Если можно, вернемся еще. Я вот вопрос уже, как говорится, возник еще по поводу первой темы, когда мы говорили, да, аварийность и ДТП, и люди пострадавшие. Вот все-таки есть какие-то, ну, тут можно без цифр, без статистики, какие-то есть данные о том, что чаще всего является причиной аварии, дорожно-транспортных происшествий. И вот применительно, Роман Сергеевич, может, скажешь тоже, все-таки где у нас больше всего ДТП происходит? Вот на внутрирайонных дорогах, так скажем, да, местного значения, или все-таки на федеральных, региональных, вот то, что курирует у нас четвертый род? Ну, я имею в виду, конечно, Челковское шоссе и Фрямовское, ну, и бетонку, куда же от нее денешься? Ну, по большей части, конечно, это не отдать должное, невнимательность водителей, потому что вот даже по статистике вот с 17-го года взять, не берем 16-й год, да, у нас на данный момент зарегистрировано 5 наездов на пешеходов. Вот. И из этих 5 наездов, 3 наезда были совершены на нерегулированном пешеходном переходе. Ну, проведя анализ этих наездов, в принципе, все причины, как причинно-следственную связь этих происшествий, как правило, это невнимательность водителей. В основном получается то, что водитель, совершивший наезд, движется по левой полосе, машина, движущаясь по правой полосе, либо останавливается, либо притормаживает. То есть она видит пешехода, который вступил на переход. Вот, да. И вот это вот, в принципе, такая, довольно, потому что он травмоопасный вид ДТП по сравнению с другими. Вот поэтому как-то вот я на это хотел бы обратить внимание, больше, конечно, на внимательность водителей. Ну, по, то, что касаемо ДТП, значит, за 16-й год количество, значит, на территории Человского района в городах и населенных пунктах снизилось на 13,5%, значит, в которых погибло 8 человек, ранено 74 человека. В аналогичном периоде прошлого года это составило 67 ДТП. На автодородных ненаселенных пунктов снижение составило 37,3%. Значит, в 16-м году это было 32 ДТП, в которых погибло 6, ранено 47 человек. В 15-м году это было 51 происшествие, в котором погибло 7, ранено 84 человека. На федеральных дорогах снижение составило 29,2%, в цифрах это 17 ДТП, в которых погибших не зафиксировано, ранено 22 человека. А, значит, 24 происшествия было зафиксировано в 2015-м году, в котором 5 человек погибло, ранено 34 человека. Ну, а вот критерии ранен, да, это те, кто обратился в медицинские учреждения за помощью, да, допустим, человек может пострадать, да, я, не знаю, головой ударился, там, не знаю, ссадины какие-то, ну, сказал, да нет, я в больницу не пойду, дома залечусь. Да, он уже тогда в эту статистику не входит? Как получается? Критерии раненых это, в принципе, все участники ДТП, которые обратились за медицинской помощью, либо непосредственно в день совершения ДТП, либо уже после совершения ДТП. Либо которым оказывается медицинская помощь на месте. Даже разовая помощь все равно. Ну, вот по поводу пешеходов, да, вы сказали, что основной фактор невнимательности водителей, ну, понятно, что сам за рулем тоже езжу, и особенно сейчас, когда у нас световой день очень короткий, то есть и на работу, и с работой, естественно, по темноте, плотный поток, это и у нас, и в городе, и даже когда в Москву приходится ездить, да, выезжаешь на Щелковское шоссе, все, конечно, пешеходные переходы, еще у нас, так скажем, далеки от совершенства, а сами пешеходы их не видно. Особенно, когда плотный поток машин, даже вот в Балашейхе, вот на Пихорке, конечно, очень серьезный перекресток. Народ идет, и после него, если ближе к Москве, народ идет, во-первых, и саму эту зебру не увидишь, разметка, особенно сейчас, вот в наше зимнее время, да, а люди идут, машины вроде стоят, а их не видно, а у меня пешеходов. Вот, понимаю, очень много, конечно, сейчас призывают пешеходов в темное время суток что-то надевать на себя, либо яркое, либо светоотражающее. Вот что вы посоветуете в такой ситуации? Ну, данная ситуация, действительно, это факт этот есть, и проводится очень много пропагандистских мероприятий, значит, целью которых донести до людей использование фликеров, светоотражающих, и также, ну, как сказать, то, что экипажи тоже нацеливаются, и осуществляем и подбор пешеходов в темных местах, которые передвигаются по проезжей части. Как тут получается такая ситуация? Хотел бы дополнить коллегу, Сергей Михайлович, мы с вами, даже не забывайте, основной момент, что у нас есть административная ответственность за передвижение в ненаселенных пунктах, на насыщенных участках дороги, пешеходам, без светоотражающих элементов одежды. То есть тоже эта работа по данным направлениям ведется. Ведется, понятно, что, к сожалению, приходится применять кнут, да, вот Роман Сирий сказал, что да, мы ведем огромную разъяснительную работу. Если мы вспомним майские указы Владимира Владимировича Путина, если мы вспомним решение Госсовета в Ярославле, которое было в 2016 году, огромный пласт был затронут именно воспитанию будущего поколения пешеходов и водителей. То есть работа с детьми в школах, в детских садах, со студентами, вот в преддверии сейчас, вот в всемирном я студенчестве хотелось бы поздравить тех студентов, которые, да, до завтра. Да, до завтра. Большой день. Поэтому с ними тоже, это, знаете, там молодежь, которая скоро будет работать, будет активно налогоплательщиками, которые будут строить семьи, будут строить будущее нашей страны, которые будут, соответственно, теми людьми, на пречи которых ляжет основное время, ведение народного хозяйства, как говорили, может быть, раньше, которое будет наиболее активными пользователями уличной дорожной сети, как пешеходы, так и водители. Поэтому работать с этим молодежью сейчас непосредственно, безусловно, даст эффект в будущем. Но, если говорить о том, что посоветовать, конечно, вы знаете, ритм жизни изменился, количество и плотность транспорта растет, если смотреть, опять-таки, по статистике зарегистрированного транспорта, прирост у нас бешеный транспорта. Несмотря на то, что кризисный год, все равно вторичный рынок транспортных средств, он продолжает расти. Люди уже давно ушли от одного автомобиля в семье, уже два автомобиля в семье, это норма, мы все плотнее подвигаемся к оценке количества транспорта европейского стандарта. Поэтому уличная дорожная сеть на данный момент загружена, тем более в нашем городе, если мы говорим про Щелково, если мы говорим про район тоже, инфраструктура отстает, отстает от современных требований, которые предъявляет нам жизнь. Знаю, что это не просто заботит руководство администрации нашего района, знаю, что это реальная работа проводится, что уже принято решение о строительстве моста дополнительного через реку Клязьм, что Андрей Юрьевич Воробьев лично вникал в эту проблему, то, что Владимир ездил к нему, Валов, Владимир Александрович, навстречу доводил ему эту ситуацию. Понимаете, комплексная проблема, она невозможна, и эту проблему решить одним каким-то решением. Можно поставить три моста и разгрузить пролетарский проспект, но если мы не научим пешехода переходить через дорогу, все равно наезды будут. Если мы не научим водителей снижать скорость перед пешеходным переходом, перед школьным учреждением, парковаться правильно, не залазить на газоны, то это не решит проблему. То есть комплексная работа всех служб, всех заинтересованных служб. Гражданского общества, я хочу отметить, что такого отклика со стороны людей, как после выступления Владимира Владимировича на госсовете в Ярославле по применению средств личного мобильной фиксации до права движения, не было никогда. Я думаю, коллега с вами согласится. Такой вал идет обращений граждан именно по фиксации нарушений административного законодательства в сфере перемещения транспортных средств, парковки на газонах, на тротуарах. Видно, что общество реагирует, видно, что востребовано это на данный момент у людей. Мы, соответственно, понимаем это, прекрасно работаем в этом вопросе совместно с гражданами, которые проявляют активность. И скажу, что эффект, опять-таки, тоже может он не лавинообразный, не сиюминутный, но он достигается путем накопления. Это накопительный эффект, я считаю. Ну, а вообще, если уж речь зашла об этих новых комплексах видеофиксации, которые с каждым годом все больше и больше нарушений фиксируют, начинали только с превышения скорости, сейчас уже и за обычными следят, чтобы не выезжали, и на красный свет проезжают. Вот для вас, как для работников ГИБДД, это какое-то подспорье? Легче стало работать? Или все равно нагрузка у вас не уменьшилась? Потому что, естественно, машин все больше и больше становится с каждым годом? Ну, нагрузка, я скажу, что, в принципе, на инспектора не уменьшается, она только увеличивается. Единственное, с помощью выставления комплексов видеофиксации, как стационарных, так и мобильных, профилактируем и снижаем количество ДТП, что, в принципе, по итогам 2016 года заметно. — Знаете, вот управление ГАИ проводило серьезную работу, научную работу, да, и доводило до нас результаты этой научной работы. Потому что, опять-таки, говорю, это серьезная проблема, это серьезный вопрос. И вот, согласно выводу, сделанными авторитетными учеными, которые вырабатывали эту ситуацию, установлено то, что наличие инспектора на дороге уже на 30% автоматически снижает аварийность. автоматически, просто его наличие. И сказать то, что легче, не легче, понимаете, задача комплексов в виде фиксации — это профилактика в узконаправленных параметрах. Да? Скоростной режим, передвижение по обочине, стоп-линия. В ближайшее время много что там планируется. Ну, мы говорим о том, что есть. Инспектор, он ведет, помимо репрессивной функции, да, несет, да, это наказание за администателем, он еще и профилактическую, огромную работу проводит. Он же останавливает, разъясняет водителям, что неправильно сделано, что нужно сделать для того, чтобы дальнейшее не повторилось. И в корне меняется взаимоотношение между водителем и инспектором. Ведь это не дамоклов меч, который висит над головой водителя. Это, в первую очередь, человек, который помогает водителю на дороге сохранить самое ценное, что у него есть, что дано ему Богом. Это жизнь. Жизнь и здоровье. Это тот человек, который занимается этим. Я, может быть, говорю пафосно и высокопарно, но, однако, вот жизнь, она мерила истина. Буквально вот недавно сотрудники помогли, молодая мама с ребенком съехала в Кювет, зима, когда морозы были сильные, помогли и вытащили. Что было бы на байбаках, если бы это не было вопроса, заболели, не заболели. Это опять-таки, знаете, это как бы то, что на ум приходит. У коллеги, у него вообще бешеные скоростные режимы на его трассе, там, федеральные трассы, сами понимаете, скоростной режим не такой, как в городе. Тоже инспектора сколько раз на постах отогревали и спасали людей. И сами знаете, какие события произошли не так давно. Это борьба с терроризмом, какая нагрузка. В Балашике было, конечно. На плечи инспекторов. Денис Боркович, извините, я вас перебью, но сейчас уже время перерыва подходит. У нас есть целых два звонка, поэтому я предлагаю послушать наших зрителей, да, во время перерыва осмыслить, на что отвечать. И сразу после перерыва начнем тогда с ответа на вопросы. Итак, слушаем вас, наши зрители. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Да, да, говорите, слушаем вас. Денис Николаевич, я работаю в Москве, по будням оставляю свой автомобиль на парковке возле станции Воронок. Подскажите, пожалуйста, как можно обеспечить свой автомобиль от угона? Ну, помимо, конечно, стимулизации. Спасибо за вопрос. Как раз мы будем говорить об угонах во второй части нашей программы. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. У меня вопрос к Денису Николаевичу. Для меня близится срок окончания, срока действия водительского удостоверения. Говорят, что можно обратиться в МФЦ. Подскажите, куда лучше обратиться, в ГИБДД или МФЦ? Спасибо большое за вопрос. Это как раз у нас запланированная тема нашего разговора во второй половине программы. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня начальник отдела ГИБДД Министерства муниципального управления МВД России Щелковская Денис Кравченко и исполняющий обязанности командира 4-й роты 2-го полка ДПС Южной ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Роман Живов. Оставайтесь с нами. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут. Продолжение следует... Мы ушли на перерыв. Как раз было целых два звонка. Вопросы наших зрителей. К сожалению, регламент есть регламент. Мы не можем обойтись без рекламы в нашем перерыве. Поэтому начнем давайте с первого вопроса, который нам звонил мужчина-водитель. Спросил, как обезопасить свой автомобиль от угона. Но прежде чем, Денис Николаевич, будете отвечать, давайте предлагаю посмотреть видеосюжет, который мы снимали осенью прошлого года. Я, естественно, с вашей помощью. Сразу хочу сказать зрителям, что угон не настоящий, так скажем. Немножко это все было сделано постановочно. Но, тем не менее, очень можно увидеть, как действуют преступники. Итак, давайте посмотрим этот видеосюжет. Согласно полицейской статистике, на территории Щелковского района за минувший год зафиксировано 131 преступление, связанное с кражей и угоном автомобилей. Только 35 машин удалось обнаружить и вернуть владельцам. Все эти преступления объединяет одно. Угнанные и необнаруженные машины 90% случаев не были защищены никакими дополнительными средствами. Большинство угонов и краж совершаются опытными преступниками. Они заранее знают, как это сделать быстро и без лишних усилий. Иногда умельцы смотрят, как хозяин паркует машину и как она защищена. Дальше дело техники. В ход идут и отмычки, и линейка. В некоторых случаях машина оборудована системой защиты, которая отключается от специального брелка. Здесь и взламывать ничего не надо. С помощью планшета или другого электронного устройства можно перехватить и записать сигнал в ключах хозяина автомобиля. Всего на угон уходит пара минут. Более крупную и дорогостоящую добычу преступники обычно выслеживают возле супермаркетов. Но в нашем районе, как и во всей Московской области, умельцы предпочитают другой способ. Угоняют автомобили с парковок возле железнодорожных станций или с неохраняемых продумовых территорий. Самые распространенные модели среднего класса и привлекают внимание злоумышленников. Ford Focus, Hyundai Solaris, Mitsubishi, Zhiguli. Воруют также мотоциклы, квадроциклы и даже трактора. Будьте бдительны, оставляя свой автомобиль. Но если уж такое несчастье произошло, или вы стали свидетелем угона, первым делом обращайтесь в полицию. Здесь главное действовать быстро. Украденную машину обнаружить непросто, но бывают исключения. В сюжете нам посоветовали быть бдительными и не оставлять автомобиль без присмотра. Но, к сожалению, не всегда удается это сделать. И бдительность тоже может не помочь. Особенно если уезжаешь, например, оставляешь машину на перехватывающей парковке возле станции, едешь в Москву на работу, через восемь часов возвращаешься, или даже больше, и машины нет. Вот ваши советы, Денис Николаевич, Роман Сергеевич. Как обезопасить свою машину? Сергей Михайлович, что хочешь сказать? Да, профилактическая работа, которая ведется всеми службами, всеми службами, не только ГАИ, это и работа всего межмуниципального управления Щелковская, позволила нам сократить количество преступлений крашу с 208 до 156 и угонов с 55 до 24 в два раза, в прошлом году. Это профилактическая мера. Однако, не надо забывать, то, что угонщики, они же действуют по определенному сценарию, по определенной тактике. На угон автомобиля должно уходить не более трех минут. Дальше уже начинается зона риска. До три минуты это огромный промежуток времени для угона транспортных средств. Учитывая характер угоняемых автомобилей, как вот в сюжете было отображено, что Ford Focus, Hyundai Solaris, да, наиболее массовые. Да, массовые автомобили среднего класса, которые зачастую не оборудованы никакими дополнительными системами противоугонными, кроме штатного иммобилайзера. Ничего дополнительного нет. Элементарного мультилока, блокирующего механическим путем коробку включения скоростей, нет. Соответственно, если угонщик видит, что машина оборудована, какие-то дополнительные системы, я не говорю о спутниках, да, понятно, что в зависимости от автомобиля, класса автомобиля, цены этого автомобиля уже идет соответствующая система. Охранная система может стоить дороже, чем автомобиль. но мы говорим об элементарных основах. Мультилоки, дополнительные системы сигнализации, хотя бы с элементарной проверкой скрипта на отзыв, да, чтобы защита от сканера. Но это может быть даже уже применительно к более дорогостоящим автомобилям. Если мы говорим о автомобилях среднего класса, то это любые дополнительные системы защиты, как механические, так и электронные. Если угонщик видит то, что система стоит, он не будет брать автомобиль. Он будет искать более легкие в плане угона транспортные средства для того, чтобы реализовать свой злой вымысел. Это из практики, это из жизни, это из опыта, это из объективного анализа, который мы непосредственно проводили по данным вопросам. Но если можно разъяснить терминологию, да, наверное, не все наши зрители, если не большинство, все-таки не отличают, кражу от угона, в чем разница и опять же, какая разница человеку, если у него просто машину угнали или украли. Но все равно, потому что вы сказали вот статистика, краж столько-то, угонов столько-то, чем они отличаются? Ну, если непосредственно мы обращаемся к этой статистике, кража транспортного средства, она сопряжена с непосредственным умыслом в отношении имущества, угон транспортного средства может не связан быть с умыслом завладения этого транспортного средства. Это уже юридический термин, который непосредственно просто покататься, да, что называется? Могут взять покататься, да. Ну, хорошо, тогда переходим ко второму вопросу, который мы получили еще до перерыва, да, дама звонила, сказала, что у нее заканчивается срок действия водительских прав и слышала, что можно обратиться теперь в МФЦ, который все больше услуг с февраля, да, осталось немножко, неделя ждем, или все-таки вот лучше обращаться непосредственно в ГАИ, ГИБДД? Ну, Сергей Михайлович, это все зависит от желания человека, как ему удобно. Обратите внимание, да, все новые и новые способы вводятся со стороны правительств, со стороны органов, федеральных органов власти для облегчения и увеличения возможности гражданам реализовать свои законные права. В данном случае, если мы говорим о том, куда обращиться в ГАИ или в МФЦ, я скажу следующее. С 1 февраля мы начинаем работать вместе с МФЦ по выдаче водительского удостоверения. В ГАИ для того, чтобы обменять водительское удостоверение, вам необходимо обратиться в любое территориальное подозрение РЭО, вне зависимости от вашей прописки, вне зависимости от вообще не имеет никакого значения. Вы обращаетесь с определенным комплектом документов ограниченных, это паспорт, медицинская справка, водительское удостоверение при наличии, если мы его меняем, и квитанция о оплате госпошлина. Меняется все в течение часа. Час времени максимум, хотя по опыту занимает не более 25 минут, 30 минут обмен водительского удостоверения, человек уезжает. Если он обращает через МФЦ, соответственно, уже время замены водительского удостоверения у нас начинает числяться не часами, а днями, то есть это один, два, максимум три рабочих дня. Соответственно, пока это привезут из МФЦ в ГАИ, оформят, привезут, отдадут человеку. Ну, все зависит от того, насколько человеку это удобно, гражданину, может быть, ему ближе дойти, доехать до МФЦ, дойти, чем доехать до ГАИ, там, подать документы, приехать и забрать. Все зависит от гражданина. Я единственное, что хочу сказать, что, пользуясь случаем, хочу напомнить любым нашим, жителям нашего района, о том, что у нас есть сайт госуслуг, у нас есть сайт гибдд.ру, на который вы можете записаться в электронном виде на предоставление государственных услуг непосредственно в ГАИ. Это связано с регистрацией автомобилей и с экзаменацией, как по вопросу приема калификационных экзаменов, так и по вопросу замены водительских устарений. Замечу немаловажный момент, что, если вы записываетесь через портал государственных услуг, то при оплате государственной пошлины действует только 30-процентная скидка, то есть оплачивать только 70% от государственной пошлины, что достаточно существенно. При наличии достаточно больших платежей это существенная скидка. Соответственно, что-то посоветовать, навязывать я не могу, но я бы приехал в ГАИ иметь водительское удостоверение. Быстрее все-таки получается. Я приехал в ГАИ. Спасибо за откровенность. Давайте продолжим наш разговор. Мы уже затронули такую тему. Организация дорожного движения на дорогах уж, извините, за тавтологию нашего района. Конечно, многое зависит от администрации, как направить потоки, где поставить светофор, где сделать переход. Но, наверное, тоже это свою лепту и вы вносите. За последний год, конечно, очень много поменялось, и много светофоров появилось в нужных местах. Хотя, может, пробок меньше не стало, но, по крайней мере, пешеходам стало легче. Допустим, здесь у нас на Талсинской в районе Сиренева улица и в других местах тоже. Например, совсем недавно тоже обратили внимание, раньше, например, от Макдональдса нельзя было выехать направо на Пролетарский проспект. Там кирпич сел, знак запрещающий. Теперь стало можно выехать. Значит, соответственно, не нужно возвращаться назад на Талсинскую улицу. Вот такой вопрос. Что-нибудь еще в ближайшее время планируется сделать, чтобы, так скажем, увеличить пропускную способность дорог, ну, или, может быть, понизить аварийность? Ну, у нас, как раз мы встречаемся с вами в преддверии первой комиссии по обеспечению безопасности и должностей движения, которая будет проходить под председателем Алексея Васильевича Валова буквально в эту пятницу. четверка, извините, в эту четверку. Много вопросов, конечно, есть, которые выносит администрация на рассмотрение и выносим мысль со стороны инициативной. Есть вот вопросы, недавно поступали от жителей по улице Талсинской, да, это по ограничению парковки грузового транспорта. на данный момент есть мнение по данным вопросом комиссионным будем рассматривать, будем смотреть. Знаете, рабочих моментов очень много. По Загорянке очень много сейчас ведется работа, новый глава администрации достаточно активную позицию занимает, хочу отметить, да, не говорю то, что выделяю его на общем фоне, просто то, что ситуация, которая сложилась на Загорянке за последние годы, аховая, аховая. Транзитная дорога, конечно. Транзитная дорога и какая инфраструктура, никакая, да, то, что пешеходам идти негде, приходится перемещаться по проезжей части. Я смотрю то, что, несмотря на непродолжительный срок, уже какие-то определенные движки есть, по крайней мере, по нашей линии, да. Есть определенные идеи, связанные с разворотным кругом для автобусов и при о приведении в соответствующий вид павильонов остановочных для общественных Но это только на Загорянке или вообще? Я говорю сейчас про Загорянку непосредственно, да. В каждом муниципальном районе тем или иным образом вопросы эти решаются, начиная от Фрянова и заканчивая Медвежьими озерами, да, образно говоря, все муниципалитеты этого, это охвачено вниманием. Я объясню еще раз почему, потому что общая комиссия по обеспечению безопасности движения, проходит по председателям непосредственно главы администрации. Это представительно и очень эффективно. То, что планируется в этом году и много запланировано у нас работ, если перечислять, то, я думаю, не в рамках нашей передачи, но так из основных, что сейчас, на пересечении Свердловской М7 Волга планируется переходная скоростная полоса. Вы обратили внимание, то, что освещение сделано было в конце того года по улице Солнская Безуна, это по заводской улице, въезд на Бахчеванжи подъезд освещен, дорога на Мальцево, тоже работы по освещению ведутся. То есть работа ведется постоянно. Но вместе с тем мы понимаем, что опять-таки мы приближаемся к весне, уже думать надо о весне, уже думать надо о весеннем половоде, распутиться, о ямах, которые сейчас тяжелая зима нам показывают с оттепелями и с перепадами из температур, что асфальт поплыл, то, что по весне многое необходимо делать, проводить работу по ямочному ремонту, по замене дорожного полотна большими картами. То есть если мы говорим о инженерно-технических каких-то решениях, помимо этого большая работа ведется и организационно, как вы правильно заметили, не только инженерно-технические способы, но и изменения в схем организационного движения вносятся как по инициативе жителей, так и по инициативе соответственно нас, либо администрации. Вопросы эти рассматриваются на комиссии, комиссионно, опять-таки говорю, открыто и публично. Решения комиссии размещаются на сайте администрации, чтобы жители могли с ними ознакомиться. Ничто кулуарно не происходит, все происходит только комиссионно и только публично. Но работа эта ведется постоянно. Соответственно, мы с коллегой принимаем участие во всех комиссиях по ОБДД, вносим свои предложения и соответствующим образом контролируем решения, которые приняты комиссией. А если можно, как раз в преддверии заседания этой комиссии я воспользуюсь своим положением, как, естественно, житель, внесу свое предложение. Это касается Пролетарского проспекта, потому что, наверное, зона ответственности Роман Сергеевича больше, хотя я имею в виду перекресток наш, поворот, пресечение Пролетарки, с одной стороны Таласинска, с другой стороны Заречный. Основной поток идет, если ехать от Москвы, либо прямо в сторону Фрязина, либо налево в сторону Ивантеевки. И вот так вот уже подсчитано, я знаю, проводились исследования в свое время, что примерно одинаковое количество машин идет, сейчас я цифры не помню, что там в сутки 30 тысяч едет прямо, 30 тысяч налево поварить. Ну, это прошлых лет еще исследование. Но у нас получается, что налево только один ряд, да, а прямо и, соответственно, направо два ряда. И в итоге, конечно, налево пробки бывает, растягиваются чутьнее, до Первосоветского уже, да, на той стороне реки. Вот можно сделать так, чтобы поворот налево, я имею в виду, на пролетарке, чтобы все-таки из двух рядов был. Сейчас тоже многие нарушают, поворачивают постоянно из второго ряда. Уж не знаю, как вы на это смотрите, я знаю, что иногда стоят там инспекторы, конечно, после поворота, но иногда не стоят. Сделать хотя бы не два налево, да, а, допустим, левый только налево, ну, как сейчас, собственно, есть, правый прямо и направо, а средний второй ряд, да, налево и прямо. То есть, кто может, кто хочет, едет во Фрязино и дальше во Фряново, да, а кому надо, поворачивать налево на Толфинскую. Хотя бы там сейчас знаки, естественно, висят, что два ряда прямо, один налево. И очень многие нарушают. Вот, если это было сделано, ну, такое вот пожелание. Ну, давайте перейдем к следующей теме нашего разговора, да, насколько я знаю, ГИБДД ведет очень большую работу по, так сказать, скажем, профилактике дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с подрастающим поколением. Вот, сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, буквально вот несколько дней назад это проходил, слет юных инспекторов дорожного движения, ювидовцев, как еще называют, на базе образовательного центра «Лесная сказка» на Чкаловской. Давайте посмотрим сюжет, потом тогда еще коротко скажем о том, что мы делаем для подрастающего поколения. Итак, давайте посмотрим репортаж. слет проводится сотрудниками центра «Лесная сказка» при поддержке Комитета по образованию районной администрации, отдела ГИБДД, межмуниципального управления МВД России «Щелковская», 4-й роты 2-го полка ДПС «Южный», Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны России. В слете принимают участие команды учащихся первых девятых классов из практически всех школ района. Всего около 500 школьников. Вообще дополнительное образование детей, в рамках чего и проводятся эти слеты по разным направлениям, в «Щелковской муниципальном районе» уделяется особое внимание. Согласно маршрутным листам, отряды юных инспекторов движения приняли участие в конкурсной программе из восьми состязаний. Их названия говорят сами за себя. Дорожные знаки и их группы, знатоки правил дорожного движения, санитарный пост, разборка-сборка автомата Калашникова, дорожная разметка, знатоки ЮИ, трасса, ТИР. Ребята сдавали своего рода экзамены и одновременно осваивали правила дорожного движения, овладевали навыками по оказанию первой доврачебной помощи и даже показывали свое мастерство в фигурном вождении велосипеда. В немалой степени работа отрядов юных инспекторов движения помогает снижать количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Это прямо, говорят те, кто занимается проблемой профессионально. Встроя сокращено количество дорожно-транспортных происшествий в результате подобной профилактической работы. И чем больше детей мы вовлечем в отряды юных инспекторов, тем больше это поможет детям в игровой форме изучить правила дорожного движения. Я думаю, что как раз юные инспекторы дорожного движения правила, скорее всего, не нарушают, по крайней мере, знают их досконально. Как раз мы увидели это в видеосюжете, но понятно, что всех детей привлечь в ЮИД невозможно, поэтому хотелось бы узнать, что еще делается для безопасности детей, потому что действительно наше будущее как бы это банально и скопарно не звучало. Да, Сергей Михайлович, спасибо за вопрос. На самом деле это, наверное, самое важное в нашей работе. Как я до этого акцентировал внимание на том, что дети это наше будущее и сохранить здоровье и жизнь своего будущего это задача любого нормального социума. Все независимо от должности, званий, регалий должны максимум примять усилия для того, чтобы наши дети выросли счастливой обстановки, были здоровы и выросли полноценными гражданами нашей страны. В этой связи начиная, еще раз отображаю, акцентирую внимание, какое беспрецедентное внимание уделяется руководство, начиная от президента и заканчивая непосредственно исполнительными местах ведется большая работа и пропагандистская работа. Вот эти слеты и виды это же не просто формализм, который направлен на то, чтобы отвлечь детей от учебного процесса и занять их время покатушками на велосипедах. Не эта цель. Цель в конечном итоге, мое личное мнение, я на своем личном примере испытал, когда подошла ко мне мама одного из детей, которые только-только начали заниматься у нас в еде, и сказал, вы знаете, мне ребенок сказал, мама, почему ты возишь меня без кресла удерживающего? купи мне кресло. То есть он уже знает. Он уже знает, и он говорит, да, мы с мужем купили удерживающее кресло. И оно у нас было, ну, к сожалению. А сколько лет ребенок не уточнило? Первоклашка. Первоклашка была. Понимаете, вот это приятно. Это приятно. Приятно то, что детки, они, это впитывание как губка, они же учатся у нас и хорошему, и плохому, и вот какая будет концентрация этого хорошего, то в конечном итоге в душе ребенка и останется. И как мы своим личным примером, как мы переходим дорогу, показываем в последней жизни, как надо переходить дорогу, как мы возим наших детей, как мы наши манеры езды, дети же все это воспринимают, видят, как едет мама, едет папа. Но если вернуться, я коротенько скажу, что вот у нас по результатам конкурса в старшей властной группе первое место занял Светлячок, это лице номер 14 имени Юрия Исеча Гагарина, и младшая властная группа это первое место друг, это школа номер 12 Челковского муниципального района. Хочу сказать спасибо ребятам, педагогам, всем, кто принимал участие в этом конкурсе юно-экспертного движения на базе сказки, ну и, соответственно, организаторам поблагодарить всех, кто работал благотворно над этим вопросом. Ну а мне остается только сказать спасибо вам, поблагодарить за то, что пришли к нам в студию, отвечали на вопросы. Извините, что оторвали вас от такой нелегкой и нужной работы, но, тем не менее, я думаю, что наши зрители тоже очень много болезного узнали сегодня вот от вас. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковская Денис Кравченко. Спасибо, Денис Николаевич. Спасибо, Денис Николаевич. Исправедующий обязанности командир 4-й роты 2-го полка ДПС Южной Главного управления МВД России по Московской области Роман Живов. Спасибо, Роман Сергеевич. Спасибо всем. Спасибо нашим зрителям. Напоминаю, что это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо.